Вопрос, что должно причиниться дань заповеднику? Причина должна быть в том, что сейчас мы занимаемся в городе. И это даёт каждый странный мир. Чем прирастёт экономика, тем больше людей попадаются в наших планетах и дикой природе. Сейчас всё меньше осталось в территории, которое мы начинаем. Поэтому заповедники создаются. Они создаются сохранять дикую среду. Поэтому цель заповедника состоит в том, что вы ставите в природный мир в этом виде. Занять и дать ему помочь животным. Наши работники хотят расширывать и показывать во многих целях заповедника. Заповедники нужны, чтобы животным не боялись оправдывать себя чувствовать. Наповедник сделан так, что при нахождении реального человека он будет наблюдать. При этом возле действий, который будет испытывать и удышать взрывы. Страх, стресс и так далее. Цель нашего проекта — в общем, сейчас, например, вот этого кота мы видим. что он боится света. Этот кота тоже боится света. Просто я сейчас фонариком не могу датчик нащупать. Вот этот же кота боится звука и движения. Сейчас я куплю не буду спокоен. Один датчик вот здесь. Хорошо, то сразу вопрос — это общие КТ или у каждого свой кольцо? Мой. Ячейк? Мой, вот этот. Когда он меняет траву, то ровность, шум и движение. Когда вода, то он как-то более-менее звук. А земле, то он слышит что-то. А сейчас здесь... Нет. А, тут звук на звук. А, на звук. Здесь на свет, а здесь датчик на что? Тоже на свет. Тоже свет. Так, это твой кольцо. Ты только представь своего кольца, да? Мы оснащен датчиком освещения. На этом датчике находится фото-транзистор, который реагирует на свет. Он реагирует на свет, потом подбирает сигнал вверх на верле, и электроэнерголея замыкается, и начинается действие. А сколько во времени у вас занял один котик? Покотики на телепритере? Я думаю, что нет. Один котик у меня у вас, наверное, где-то уже нет. Ну ладно, подсоверненько. Долго? Вот. У него датчик находится вот здесь, между глазами. Ну, в каждом коте, в каждом коте имеется, он здесь находится. Прям совсем между глазами. Совсем между глазами. Да. В каждом коте имеется плата аргулина нано. Эта плата сделана на основе аргулина нано. При той же функциональности, меньше размеров. В каждом коте есть датчики. Ну, здесь это датчики движения и датчик звука. В каждом коте есть сервомоторы и светодиоды. Я не знаю, что спросить, мне очень понравилось, очень здорово. Коллеги, есть у вас какие-то вопросы? Как он у вас на расстояние видит, на движение реагирует? Ну, датчик, радар-доппера, он отравляет звуковой сигнал, отражает микрозуру. Сигнал от нижней цели и потом анализирует, как изменилась частота сигнала. И таким образом он может определить скорость объекта и расстояние его. А почему он сейчас начал двигаться? Потому что этот датчик чувствует, что он может среагировать на любое расстояние. В этой планете он далеко и расстояние работает, и он может видеть даже через сквозь стену. Поэтому эти планеты сейчас все двигаются. Когда на него дует, с этой стороны не хочет. У него датчик, как здесь, с этой стороны. Да, за костом. Нет, Николай, да, прям вот. Прям там. Прям там. Я правильно понимаю, что благодаря вот этому эстетичному виду, да, мы можем интегрировать вот таких вот котиков в социальные какие-то, не знаю, помещения там или мероприятия, да. Вот они не будут никого там как-то так это пугать, да. А данные будут, и давай, дай что-то делать. А больше они могут быть? Да. Ну, если оболочка будет больше... Ну, естественно, оболочка бы должна быть больше. Заходишь ты на работу, Юлия Николаевна? А там будет тебе нотик. Вот я. Вот приятная. Звоночек, всё. Если я хорошо дуну. Начальник на месте, всё-всё-всё. Дверь срываешь, дверь клопаешь. Да. Вот что у них очень treat,verted от этого звука нет. Спасибо огромное, ребята. Мы вам молодцы! Спасибо!